Добрый день, мои дорогие! Сегодня мы с вами замаринуем помидорки в пакете. Они очень быстро маринуется и очень вкусные. Я издала здесь помидорчиков. Ну килограмм или полтора килограмма можно взять. Такие, чтобы были желательно почти одинакового размера и тверденькие, чтобы были. Нам для этого понадобится помидорки, сахар, соль обязательно каменная, не йодистая, зонтики с укропчика. У меня сухой, но лучше если бы был один сухой, а один такой свежий, зелененький. Тогда будет повкуснее. И перчик такая у меня, перцемолка на крупный помол, чтобы были крупные кусочки. И конечно же чесничок. Для этого помидорки все порежем таким крестиком. Вот не с этой стороны будем резать, а с этой стороны будем резать вот так где-то глубоко. Где-то вот так вот и с этой стороны вот так вот. Вот перерезаем все помидорчики. И так прижимем до конца все помидорки. По желанию можно взять еще петрушечки, кто любит. Вот так вот нарезаем. И нарезаем чесничок. Чесничок тоже так. Я вот сколько взяла. На где-то на кило двести, я думаю. Вот сколько. Кто не любит острое, может меньше, честно сказать. Режем не очень мелкими кусками. Вот такими крупненькими режем. Помидорки получаются очень вкусные, ароматные и очень быстро. Мы нарезаем это где-то 5-10 минут. Мы это готовим и очень быстро маринуется за сутки. Если больше промаринуется трое суток, тогда будут они вообще очень вкусные. Теперь все мы подготовили. Рем целопановый пакетик. У меня вот такой вот. И туда на дно вот вложим зонтики с семенами от укропчика. Теперь сюда берем соль. Чайную ложку, вот такую, с горочкой берем соль. И берем сахар. То же самое с горочкой. Я беру полторы ложки сахара, чтобы они были сладковатые. И сверху я вот смелю перчиком. Крупными кусочками такими перчиком. Крупного помола. Вот такой у нас получился пакетик. Мы его, конечно, хорошо откручиваем. Здесь вот завязываем, но оставляем, чтобы было здесь место. Потому что мы будем сейчас хорошо перемешивать. И вот так вот берем его хорошо перемешиваем. Это очень быстро готовится. Что сегодня сделали, завтра уже можно закушать ее в это же время, в сутки. Но если трое суток, пандурчики, они еще более пропитаются этим запахом. И столько еще будет больше вкуснее. Это даже хорошо, чтобы логотеешь ждете. Сделали баночку, пересыпали все. И все. И закусочка готова. Ну и все, вот так перемешаем. И оставляем. Оставляем мы это не в холодильнике, а оставляем по 3-комнатной температуре. Так на сутки оставляем. Через сутки уже будет готово. Не забывайте, помидорчики должны быть твердые и где-то одинакового размера, чтобы они одинаково промариновались. Ну и все. Вот такой быстрый и вкусный рецепт. Всем пока. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!